Ничего так не выдаёт человека, как то, над чем он смеётся. 26 декабря 2019 года, 16 часов 31 минута по Тарамскому времени и в эфире 677-й подкаст от Канадского Лося и Компании. Страшные сисадминские истории. Добро пожаловать в очередной подкаст от Канадского Лося и Компании. Сегодня у нас 677-й подкаст и у микрофона я. Я один. Меня зовут Женя. Я программист из Канады, который работает в Америке. Но с последнего момента я больше работаю из дома, из Канады, в Америке, на американскую компанию. Поэтому, если есть у кого-то вопросы по поводу удалённой работы, пишите. Ну что, сегодня в подкаст никто не пришёл, потому что все заняты, все разъехались, новогодние праздники и так далее. Вот. Так что сегодня будет длинный монолог. Материала, наверное, хватит. Но пока энтузиазм не кончится, буду говорить. Ну что, для начала о вводном традиционно. Большое спасибо КБ за поддержку подкаста. Он проплатил на много месяцев вперёд. Ссылочка на его YouTube в описании. Вот. Он ведёт интересный видео, даже не блог. Это, наверное, не видео, не влог. Вот. Канал Inspired2Make. Вот. Поэтому заходите, смотрите. Очень-очень втягивает. Вот. Кто хочет, пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Мы выкладываем аудио на YouTube. и подписывайтесь на наш Куб-канал в Телеграме. Все, кому интересно, можете присоединиться к чату. Опять же, в Телеграме ссылочки в описании и на сайте. Ладно. Последняя неделя у меня проходила очень-очень-очень плавно. Я на этой неделе очнулся и понял, что у меня целиком выгор от всего. Потому что я так много работаю и так мало отдыхаю, что у меня просто начинает голова ехать. Вот. А к этому выводу я пришёл очень просто. Я сидел и работал над своим проектом после работы или на выходных. Я, в принципе, на нём постоянно работаю. Вот. И я не мог решить какую-то там простую проблему. Вот. И я это дело всё долго-долго, как говорится, возюкал по столу и в определённый момент понял такой, думаю, блин, не соображаю, потому что я тупо усталый, жутко усталый. Вот. Так что решил взять небольшой перерыв, немного расслабиться и не напрягаться сильно. Но над проектом я всё ещё работаю, он понемножечку идёт. И об этом чуть-чуть позже. Вот. Но я решил расслабиться. Жизнь, походу, никуда не убежит, поэтому можно как-то сбросить пары и получать удовольствие от жизни. Вот. А поэтому на прошлой неделе, я не помню, когда, я вообще не помню много чего там произошло, но я зашёл к соседу, я рассказывал в подкасте, мне нужен был там один провод, и у меня определённой толщины провода не было, поэтому я зашёл к соседу, он у меня открутил от рулона. И я был очень доволен доделать то, что мне надо было. Вот. И на этой неделе я к нему вернулся с шестью бутылками пива. Вот. Но я думал, что мы просто выпьем пиво и разойдёмся по домам. Но так не получилось. Вот. Мы сперва выпили пиво. Он мне долго рассказывал про всякие cast iron. Я не знаю, как это будет на русском. Это такие старые чугунные, наверное, да? Чугунные или, не знаю, сковородки у него на кухне. Вот. Он мне про них долго рассказывал и всё остальное. Про его там мега индустриальную плиту и как там всё это работает на газу. То есть у него плита действительно выглядит такой полуиндустриально, я бы сказал. Потому что вот, например, то, что... Кстати, в Канаде, в Америке газовые плиты, они как бы есть, но я смотрю, что больше уклон на электроплиты. Хотя, при том, что электричество в Канаде, скажем, дешёвое. Вот. Поэтому я как-то с газовыми плитами очень редко сталкиваюсь. Поэтому у меня такой интерес к ней сразу возник. Вот. У него плита очень интересная. Ну, первое, она вся из нержавейки сделана, довольно красиво. Но верх, там где вот готовить, где эти горелки стоят, они реально из какого-то чугуня, такие толстые, толстые. То есть не просто там, как на обычной плите, я помню, стоит горелка, да, и потом поверху идёт какая-то там своеобразная решётка или что-то в этом роде. Нет. У него, у него так вот, серьёзно такой, я не знаю, какой-то чугунь такой вот налит просто. И вот посередине, то есть там такая массивная дыра, и там где-то внизу стоит горелка. Вот. То есть, такая внушающее впечатление у неё плита. Ну, он мне тоже о ней долго рассказывал. И пока всё это дело происходило, такой, о, слушай, не хочешь тут конфету? Я говорю, ну, давай конфету. Дал мне конфету. Вот. Это то, что здесь называется Gummy Bear. Я не знаю, как это по-русски. Такое своеобразное, желеобразное. Вот. Такая вот совсем маленькая. И, скажем так, и мы продолжили пить пиво. Потом мы, потом он меня пригласил, у него внизу в доме есть погреб и там куча вин, походу он там сам ещё что-то делает. Потом, когда пиво закончилось, он меня пригласил вниз там посидеть снаружи. Что это такое? А, мармеладные мишки. Да, да, да. Спасибо большое. Мармеладные мишки. Вот. И посидеть снаружи винной комнаты. Винная комната у него довольно таки интересная. Он мне объяснил, как она сделана. Я, на самом деле, не особо как бы догонял. То есть, когда говорят, винная комната или погреб винный, то всегда вот в голове подземелье, там кирпич, всё там. Вот. А как в современных домах, походу, ну, явно там кирпича не будет. Далеко они уходить куда-то там в непонятные загробные места тоже не будут. Что делают? Они обычно тормошат комнату, то есть, всё оттуда вытаскивают и остаются только вот эти балки. Вот. Вертикально, ну, горизонтально идут. И что они делают? Они к этим балкам прикручивают ещё балки. Но только где-то или такой же ширины или, да, до ширины. То есть, то, что здесь называется 2х6. Вот. Или они ставят ещё так уже 2х6. Или если там было, например, 2х4, то они тогда пытаются поставить 2х8. Ну, или кого-то изоляция не сильно волнует, они могут поставить тогда 2х6. Вот. И всё делается по периметру внутри. И потом всё это опять забивается изоляцией. Вот. И я не уверен, если они сверху ещё тоже балки ставят или нет. Ну, короче говоря, они просто-напросто делают стену, как бы, толще. Вот. И потом всё дело зашивается обратно. И, как он мне объяснил, внутрь ещё ставится отдельный маленький кондиционер. Теперь у него дизайн дома достаточно простой. У него есть сервисная комната, там, где бойлер, газ и всё остальное. Вот. И эта стена, она прямо вот контактит, ну, одна и та же стена с погребом. И он, как бы, сделал дыру в этой стене и туда вставил специальный кондиционер. Он маленький довольно-таки. И этот кондиционер охлаждает погреб. Ну, и потом, естественно, по стенам просто ставится специальный шкаф винный такой. Или они там сами... Нет, не шкаф, полки сооружаются, вот. Ну, и туда вина запихиваются, а посередине просто маленький столик, там, со стульями барными. Ну, я не уверен, я не уверен, кто захочет там... Ну, если одеться, то, в принципе, можно там и посидеть. Вот. Но, да, там, как бы, температура пониже, чем во всём остальном доме. Вот. Мы там не сидели, мы сидели снаружи, но изнутри сама дверь и внутренняя стена, она сделана из стекла, поэтому так приятно смотреть на погреб. Вот. И, короче говоря, пили бутылку, потом он ещё мармеладных мишек притащил. В общем, намармеладился я, причём в полную. И изначально, кстати, я по ошибке, ну, потому что я не разбираюсь, как бы, как всё это дело работает, но, насколько мне объяснили, там есть два активных ингредиента, да, то есть в марихуане. И есть этот THC, который по ошибке. Я думал, THC это то, что просто тебя заставляет расслабиться. А это я думал, что это ошибочно. На самом деле, THC это та штука, которая улетунчик. Вот. И есть B или ещё какой-то компонент, опять же. Извините за отсутствие знаний в данной среде, но вот как-то не увлекался. Вот. И он на самом деле просто-напросто расслабляет, да, что не паритесь, не нервничайте и так далее. Вот. Очень, ну, многие люди, кто страдают, как бы, over excitement, я не знаю, которые слишком нервные, вот, они просто берут вот этот вот расслабляющий компонент, то есть они, они могут абсолютно нормально работать, водить, то есть никакого у них улетунчика нет, они просто вот расслабляются, потому что их ничего не бесит, они спокойно ко всему относятся. И я по ошибке думал, что он мне дал как раз вот это вот, просто посидеть и почилить, ну, в смысле, знаешь, там, чувак расслабся, не парься, всё хорошо. Вот. А он мне дал как раз то, что у летунчика. Вот. И до меня это не допёрло, когда уже на следующий день я проснулся, не прочитал, чего я ел. Вот. Вот. И мы с ним раздавили ещё бутылку вина, а после чего он ещё хотел одну бутылку, но я оттуда уже вот реально выполз. Я не знаю, как дедуля, ему много лет, как дедуля может так много пить и употреблять. Вот. Но самое забавное, что на самом деле эти мармеладные мишки, они походу были государственные. То есть, там, упаковка, то есть, всякие штампики стоят, типа, всё кошерно, всё лицензионно и так далее. Я сильно удивился, потому что я знаю, что, по-моему, в Виндзоре теперь, если я не ошибаюсь, опять же, люди, я за этим не слежу, поэтому продавать марихуану в Канаде можно было уже некоторое время. Ну, продавать. Легально. Вот. Нелегально там уже давно продавали. Или полулегально уже давно продавали, а нелегально продавали всегда, наверное. И что произошло, это недавно, по-моему, была какая-то реакция от государства, они сказали, что они, там, сделают какое-то лицензирование или ещё что-то такое, там, официально оформят, чтобы можно было распространять то, что называется, съедобную, ну, съедобную вот эту марихуану. Ну, в смысле, делать печеньки, там, конфетки, я не знаю, что там ещё из них делают. Вот. Я был удивлён, что мармелад, как бы, официальный, со штампиком, как бы, пык, уже в нашей деревне. Оказывается, нет. Дедушка хитрый, оказывается, проворный, а он всё, что ему нужно, через интернет заказывает. Откуда я не спрашивал, но да. Где-то в Канаде он нашёл, достал её. Вот. Ладно, вернусь к теме работы, как и обещал. Я уже, ну, скажем так, сейчас идут каникулы, да, зимние. И, например, Ваня, у него вообще целая неделя, по-моему, это вся неделя, если я не ошибаюсь. Да, это вся неделя и половина следующей недели, вот. Но это всё зависит от работодателя, да. То есть, например, я, я, у меня зимних каникул, по сути, нет. У меня есть два дня, это Крисмас, да, то есть, это вечер, то есть, 24-е, потом 25-е, это Крисмас, потом они дают обычно 31-е и 1-е. Вот. И, как бы, всё. Поэтому, а в перерывах, например, в этом году, там, 23-е, 26-е, 27-е я работаю. То есть, завтра я буду работать, в понедельник я буду работать, потом ещё два дня отдыхать, и потом в четверг и в пятницу. Вот. Как бы, взяли отпускные в эти дни и куда-то уехали. Поэтому сейчас на работе очень тихо и мало кто работает. И мало вообще над чем работается. Но я, как бы, вот, в таком темпе уже где-то, если посчитать, что я проработал весь свой отпуск, то фактически я мало из дома вылезал в этом месяце вообще. И интересно на самом деле чувство. То есть, я думал, что работать из дома будет вообще кайфово. Вот. И есть такое, но есть один момент. Начинаешь как-то... Всё хорошо, но... Хорошо. Начнём с позитивного. Позитивно то, что мало тратишь энергии и не надо разговаривать с кучей людей, что для... Не для всех хорошо, но для меня, в частности, хорошо. И очень много вещей не напрягает, да, там, кто-то что-то обсуждает, на работе отвлекает и так далее. Это всё позитивно. Общаться с людьми там каждый день и рассказывать про поездки в магазин, это тоже... Поскольку им заниматься не надо, это тоже очень хорошо и это позитивно. Теперь есть энергия после работы, да, то есть, когда не трясёшься в машине, то здорово. Хочется после работы выйти из дома и пойти там в парк с ребёнком. Это тоже очень хорошо. Но как-то вот какое-то странное чувство появилось относительно недавно, и я ещё не совсем разобрался на такое ощущение, что чувство какой-то отдалённости от... Сейчас я произнесу большое слово... Человечество. Как-то вот реально такое ощущение, что ментально... Чё? Меня на прошлой неделе уволили, никто не заметил. Вообще никто. Удалёнка — это такое. Ха-ха-ха-ха. Кстати, да, обидно, что тебя уволили, но то, что ты говоришь, что никто не заметил. Ха! Ну, в принципе, ты знаешь, я свои два цента брошу. И, кстати, очень обидно, что тебя уволили, что ты не сам ушёл. Я не знаю, если у тебя есть с этим какие-то ментальные проблемы, у меня немножечко есть. Я люблю уходить, я не люблю, чтобы меня увольняли. Когда меня увольняют, такое неприятное чувство... Да, ну, не важно, ладно, об этом... Когда ответишь, если хочешь поговорить, то прошу. Вот, но чтобы просто такие два цента бросить, по поводу того, что никто не заметил. Ты знаешь, это... Я сижу... Я не знаю, почему. Видимо, я настроил свой Outlook таким образом, что у меня половина... У меня очень много... По работе ходит такое огромное количество междепартментного спама, что это... Я как там настроил, и сейчас я половина писем не получаю. Что обидно, что я не получаю письма от тех людей, которые были уволены. Да, то есть, там идут... О, этот был уволен... Ну, там они не пишут, что они уволены. Ну, там... Этот человек больше здесь не работает и так далее. Вот, и я их не вижу, поэтому я не знаю, сколько людей уходит. Но даже из нашего IT-департмента люди там, когда уходили, как бы... Ну, я через, скажем, третий... Чуть второго-третьего человека как-то там слышал об этом человеке. Ну, как-то люди уходят, ну, и... Окей, там чувак здесь работал 11 лет. Я его... Он работал 11 лет, я поработал 5 лет, я даже его не знаю. И называется, а вроде сидим в одном офисе. Вот, поэтому, ну, я не знаю насчет... Я думаю, здесь расстраиваться не надо, потому что никто не заметил. Скажем так, мало вообще кто что замечает. А если замечают, то иногда просто все равно всем пофиг. Как-то 2 цента, да. Если хочешь, заходи. У меня есть... Мне было в облом, говоря о работе из дома. Мне было в облом сегодня выходить. Вот, и... Поэтому я не поехал... Я не поехал за пивом, поэтому у меня есть апельсиновый сок. Поэтому заходи, пообщаемся. Вот, но... Возвращаясь к идее, да, какая-то странная... Странное чувство такое... Внутреннее чувство изолированности, когда... Когда работаешь из дома. Такое ощущение, что вот... Представьте, что на вас надели какую-то такую вот коробку. Просверлили две дырки для глаз. И... Эта коробка, она... И... Невидимая. Фриланс. И вы вот просто ходите и смотрите на все. А... Будешь брать фриланс. Если... А... Если будешь. И дальше удаленщиком. А фриланс... Навряд ли. Интересная тема. Я об этом думал. Но навряд ли. Вот. И как бы вот в этой коробке ходишь. На все смотришь вокруг. И... Вроде... Тебе все доступно. И все есть. И вокруг все нормально. Но себя чувствуешь как-то... Изолированным. От общества. Вот. Ну, у меня пока такое вот чувство бродит внутри. Но я не совсем уверен. Хорошо это или плохо. Я, собственно говоря, решил работать... Три из пяти дней из дома. Именно из того, что я... Все меньше и меньше хочу принимать... Участие в каком-то рабочем обществе. Как-то... Не знаю. Пусто. Как-то вот пусто. Я не чувствую. После всех этих лет работы. Вот. Все равно. Вот. Ну, ладно. У кого будут вопросы или... То... Пишите. Я отвечу. Или кидайте на... Вебсудить. На r7p.me. Вот. И я углублюсь тогда в философию жизни. Хорошие новости. Я наконец-то... Я рассказывал про стеклянные доски. Которые я заказал в предыдущих подкастах. И я наконец-то повесил эти стеклянные доски. Теперь я этот... Написал статью. Мне нужно ее только... Чтобы проверили. Я ее выставлю на свой блог. Чтобы можно было так посмотреть. И... Вот. Я наконец-то повесил стеклянные доски. Даже им пользуюсь. Я очень ими доволен. И... Единственный момент, который я в статье обсуждаю. Это то, что не все маркеры... То есть... Четкость... Четкость падает. Стекло это все-таки стекло. Насколько я понимаю, возможно, если купить более дорогие доски, то там сзади как-то будет более изолировано. Может быть, какой-то будет материал. Может быть, стекло будет по-другому сделано. Чтобы было меньше отражения. Вот. Но с этими досками, конкретно с ними, проблема в том, что некоторые цвета фломастеров, они не так хорошо показывают. Да. Есть тупо на стандартной белой доске. Это все четко видно. Неважно, какой цвет. Вот. То на этой доске уже не так. Вот. Конечно же, решение это писать более такими темными цветами или более резкими цветами. Вот. Я, например, выбрал черный, синий и фиолетовый. Они вот почему-то очень хорошо на доске видно даже издалека. Например, цвет, которым я довольно часто писал раньше, зеленый. Не знаю почему. Мне как-то в руку попался. Я им сегодня писал. Вот. То есть, сейчас он целиком непотребный. Вот. То есть, там можно на доске подурачиться, что-нибудь пописать или подчеркнуть, еще что-то, но у него как-то не будет такого контраста. Не особо хорошо видно. Вот. Это первый момент. И второй момент, который я абсолютно не подозревал. То есть, я знал, что стекло тяжелое. Как бы это не вопрос, что доска будет намного тяжелее, чем стандартная белая доска. Но я не знал, насколько она будет тяжелой. Вот. И я когда корячился и пытался там, ну, прочертить и все остальное. Кстати, первую доску, которую я решил сам сделать, я использовал там специальную бумажку, которую они дали. Да. То есть, там, прочертил и все остальное. Не пользуйтесь. Большая ошибка. Я сделал, сделал и сделал неправильно. Вот. Поэтому я просверлил лишние две дырки в стене. Не там, где надо. Вот. И, в принципе, бог с этими дырами, да. То есть, этот drywall, drywall. Вот. Единственное, в одном месте я просверлил. То есть, дырка была неправильная. Совсем близко к тому, где правильная дырка должна была быть. В итоге, там, скажем, шуруп даже с, как он называется, специально пластиковым как бы заполнителем, он не совсем хорошо сидит. Вот. То есть, если гравитацию он поддерживает, то есть, вот, то, если доску начать, там, туда-сюда... Короче говоря, грубо говоря, он сидит вся доска из четырех на где-то трех с половиной болтах. Плюс-минус. Вот. Ну, вторую доску я сделал абсолютно по-другому. Вот. Я просто решил ее прислонить так, как мне надо, потом выровнять и начертить. Вот. И с этим была большая проблема, потому что я не смог ее, как бы, сам держать долго. Вот. Пришлось все по-быстрому сделать, как бы, выдержал. Но, да, я абсолютно не представляю, что у меня доска это четыре фута на три фута. И я видел... И я, кстати, задумывался купить доску такую стеклянную побольше, чтобы уж так от пола до потолка была. И я абсолютно не представляю, как эту доску вообще, как бы, там надо ее чем-то будет поддерживать, придерживать. Я не знаю, это... В общем, они тяжелые. Они очень-очень стеклянные доски тяжелые. Вот. Но я целиком доволен. И писать на них намного приятнее, стирать приятнее. В общем, стеклянные доски... Уп, пардон. А, стеклянные доски, они мазовые. Так. Следующая. Я на этой неделе наконец-то... А, нет, не на этой неделе. Пардон. Я одно и то же самое видео смотрел, по-моему, на русском, потом на английском, потом еще что-то смотрел. Не так давно снайпер скидывал интересную тему в чат. Все началось с того, что мне нужно было в моем Angular-приложении сохранять данные. Вот. И я как бы... Там... Кому интересно, вернитесь в подкаст. Я, по-моему, немножко рассказывал об этом. Там длинная тематика. Но в итоге... Как бы я хотел сделать оффлайн, чтобы было, вот, и в свой раз сохранялось. И вот снайпер скинул... Похоже, это ваше непостоянство. Снайпер скинул такую тему, то, что называется Logax. И очень интересная, очень интересный такой... Я не знаю, библиотека, наверное, на данный момент все-таки не фреймворк. Ну, надеюсь, они сделают это в какой-то своеобразный фреймворк. Вот. Или вставят его в фреймворк. Но библиотека довольно-таки интересная. Вот. И что она позволяет делать? Она позволяет автономно сохранять данные от вашего приложения на сервер. При этом разработчику не надо продумывать, как это сохранение будет происходить. Там, до мелочей. Вот. Потому что, например, сейчас, когда я все это писал, я сейчас пишу по-простому. И вот сталкиваюсь со всем том, что, например, товарищ в лекции описывает. Да. То есть, а что если не сохранилось? А там надо вертушечку приделать. Как бы... А что если у вас там оффлайн? Тогда что делать? Вот. И я сейчас с этим сталкиваюсь, но я все еще не совсем... И концепция Логакса просто великолепна. Мне она на теоретическом уровне очень понравилась. И идея, как бы, что все это базировано на логах. Это такая библиотечка, которая прикручивается к вашему приложению. И когда вам надо что-то, что-либо сохранить, вы берете данные, их запаковываете, насколько я понимаю, с дополнительной информацией, даете этой библиотеке и говорите, библиотека, сохрани, пожалуйста. И эта библиотека, она сама будет думать, первое определять, если интернет есть, нет, посылать, не посылать, а потом уведомлять пользователя. То есть, вместе там с этими... Там никаких крутилок ничего не будет. То есть, она просто, наверное, будет говорить, о, я отправлю там, когда интернет появится или там произошла какая-то абсолютно непредсказуемая ситуация, я не смогу ничего сделать. Вот. Но все остальное, да, то есть, оно работает само по себе. Все, что разработчику нужно сделать, это фактически дать данные и сказать, ну вот, пожалуйста, сохраним. Вот. А теперь, как все это шняка работает? Походу открывается постоянный стрим-канал на сервер. Вот. И периодически, то есть, поставляются данные. Теперь идея в том, что если у вас есть несколько приложений, то нужно каким-то образом все эти данные мерджить между собой. Да, кто пришел первый, кто пришел второй. Все, кто когда-либо занимался мерджингом, например, контактов или... Ну, да, контактов в айфоне, например, через iTunes знает проблемы мерджинга. Вот. И как бы Logux, он как раз решает еще и эту проблему. Потому что он фактически посылает логи. Там интересная у них система, как они ориентируются по времени. Вот. Но фактически потом идет исполнение команд, утрируя по времени. Вот. То есть, просто на сервере прорабатывается лог команд. Вот. И, соответственно, потом сохраняются данные. Пардон. В чат. Так. Люди отмазываются. Ну, давай сейчас, админ, заходи. Вот. И, как бы, очень интересно все это работает. И выглядит достаточно просто. Вот. Единственное, что меня на данный момент совсем чуть-чуть смущает, это то, что прошло, насколько я понимаю, два или три года. Или, ну, уже четвертый начнется. Вот. В Logux как-то, вот, я не вижу, чтобы там была какая-то интеграция или вообще статьи, там, про Angular. Про React, я уверен, там, наверное, что-то есть. Вот. Потому что там пишите все сами. Вот. А в Angular, как бы, вот... Вот. Вот. Но, как вот, пока что не синтегрировано. Но у меня все равно, я пытаюсь найти... А, еще, естественно, момент. Потому что Logux, он работает через стрим. Да. То есть, там, нету больше постов, путов, делитов, все остальное. Что, в принципе, мне все равно. То есть, это, как бы, хоть через стиль нет. Это, как бы, без проблем. Ради бога. Вот. Но в моем конкретном сценарии, поскольку у меня стоит парс-платформа для сохранения данных, да. То есть, это парс-платформа, по сути говоря, готовый сервис. Вам ничего писать не надо. Все, что вам нужно, это зайти, сделать небольшую конфигурацию, да. Там, прод, не прод, индексирование, не индексирование. Вот. И потом, в зависимости от конфигурации, вам нужно или наштамповать свои, как бы, таблицы, или вообще ничего не штамповать. Приложение, когда при первом запросе скажут «сохрани данные», то парс-платформа, она сама сделает эту таблицу, сама сделает колонки и так далее, и так далее. Вот. То есть, ну, и это полная задница. Такая вот полная задница, там ничего особо делать не надо. Ну, естественно, если все это в продакшн выкатывается, то нужно, там, поднастроить всякие, всякую безопасность и так далее. Но это, как бы, ожидается. Вот. И, собственно говоря, для меня лично подкручивать, прикручивать там, к этому всему делу. Но это надо будет, нужно, скорее всего, ну, так, от башки, конечно, можно, скорее всего, прикрутить туда стрим и добавить код, чтобы обрабатывать все эти запросы команды. Вот. Но это, опять же, надо париться. И вот мне интересно, мне интересно, если есть что-то по типу логакса, который, кстати, не должен решать проблемы мерчинга, синхронизирования данных. Вот. Но, по крайней мере, со стороны клиента все, что я бы хотел от этого дела, чтобы была какая-то библиотека. Ну, неважно, что там будет, просто какой-то кодек, который, по сути, будет распознавать. Если приложение как бы онлайн-офлайн, да, посылать данные. Вот. Если что-то пошло не так, то оно хотя бы пришлет сразу, юзеру скажет. Кстати, последний раз, когда нажал эту кнопку, оно не сохранилось. Вот. Как бы, если такое было, было бы просто замечательно. Потому что сейчас я сижу как раз своим приложением, и я... Оно работает, но там еще нужно допиливать. И нужно допиливать вот эту вот часть уведомления пользователя, да, что происходит на самом деле. Вот. Поскольку локальная разработка великолепна, да, и у меня всегда все запросы проходят и сохраняются, то это хорошо. Но в реальном мире оно только не работает. Вот. Я... Хотя, на удивление... Ну, на удивление, как бы, я тут, по-моему, сохранил, я сделал, по-моему, там порядка 120 запросов, то есть пост запросов. Вот. Это было очень забавно смотреть, как каждый запрос там тын-тын-тын-тын-тын идет-идет-идет-идет-идет. Вот. Я просто сейчас, кстати, для тех, откуда я столько... Я имплементирую сейчас импорт... импорт CVS... Нет. CSV, извиняюсь, да. CSV файла. Вот. Он, в принципе, сделал. У меня там просто логическая проблема с тем, что колонки и как делать валидацию данных. А я на этом застрял. Ну, вот, по сути, да. Я загнал там CVS файл. Потом нажимаю кнопку. А теперь сохранить все это. Т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. Ну, было бы приятно, если бы была какая-нибудь библиотека, в особенности, которая спокойно работала с ингуляром, которая все это дело локально сохраняла, потом автоматически передавала на сервер, и еще пользователь давала знать, что же на самом деле происходит. У нас было бы очень здорово. Так, люди, хорошие новости. Я вернулся с гостем после совсем маленькой паузы в нашем логическом времени. Ну что, СИС-админ, давай, представляйся, как ты дошел до жизни такой? Ох, всем здорово. Зовут меня Алексей. Работаю системным администратором в транспортной отрасли, если бы точнее, то пассажироперевозки по Украине. А дошел до такой ручки, собственно говоря, чисто случайно. В детстве всунул лампочку в розетку, начал заниматься электроникой, потом дошел до СИС-админства. И с тех пор, собственно говоря, такими трубусь. Это хорошо. Не знаю, это не к тебе, это как, знаешь, современная жизнь. У тебя есть Телеграм, WhatsApp, у тебя есть чат, потом еще Твиттер, все тебе везде пишут, пинь-пинь-пинь-пинь-пинь-пинь. Ты, кстати, вообще большой поклонник соцсети? Нет, у меня кроме Твиттера ничего нету. А. И, собственно говоря, из чатиков у меня только Телеграм, ну и, собственно говоря, все. Вайбер есть, WhatsApp не пользуюсь принципиально, а Facebook. Вайбер есть, ну, он чисто рабочий чатик, поэтому тоже, собственно говоря, не особо туда кто-то пишет, раз что жалуется. Так что, в принципе, социально я только Твиттер, если быть, вот, вообще так, по полной программе. У меня социальная сеть, это только блог. Хотя это, наверное, не сеть, это просто вещание. Ну, у меня тоже такой есть, ну, как бы, больше записная книжка, чем блог. Тоже правда. Вот, меня тут заставили, скажем так, мне уже долго протирали мозги. Один старый-старый-старый знакомый семьи. Давай это, поставь, поставь WhatsApp, поставь WhatsApp, поставь WhatsApp, мы будем общаться. Мне, в принципе, он мне, когда надо, пишет или звонит через СМС. Вот, я думаю, ладно, все, я больше не могу, я сдаюсь. Поставил WhatsApp, догадайся, что следующее произошло. Догадаюсь, не догадался. А, вот фотографии моей семьи. То есть, я поставил, то есть, мы будем общаться. И если он имел в виду под общением то, что теперь у меня будет, знаешь, какой-то стрим фотографий от него постоянных, то это интересное общение. Эх. У меня в Телеграме та же самая проблема семейная. У меня вся семья на Телеграме сидит. Сам обожалел, что я их туда засунул. То же самое, стримы постоянных. Цветочки, котики и все подряд. Любую фигню купили. Новые трусы купили, все, пошел в чатик этот. Я купила новые трусы. Офигенно. Мы все очень рады. С меня тут требуют обжимку. А я так оглядел комнату всю вокруг. А у меня, оказывается, дома-то, блин, и обшимки, собственно говоря, не могу показать. Могу показать электрогитару. О, а ты играешь? Когда-то играл. Я решил себе на нового сделать подарочек и вспомнить старое былое. Ну, пока, честно говоря, поиграл. У меня пальцы теперь очень сильно от струн болят. Так что перерывчик временный. Ну, и даже с электрогитарой. Я думаю, что там не надо так сильно зажимать, как на классике. Остальные. На классике проще. На классике можно нейлоновые струны натянуть. В принципе, для пальцев это благо. На электрогитаре стальные по-другому никак не получится. Поэтому пальцы будут страдать по-любому. А-а-а. Так. Ну, ладно. Слушай, подожди, это работочное государство? Нет. Это частная компания. Она принадлежит частным. У нас по Украине несколько областей. Пассажироперевозок и тому подобные ерунды. Транспортная, пассажирская, всякая ерунда. Государство было когда-то государственным. Но, честно говоря, я даже не знаю, когда оно в последний раз было государственным. Это интересно. То есть, по Украине, кстати, есть государственные компании. Там Харьковские, не, не Харьковский, а ПАС. Другой там какой-то, в общем говоря, есть Харьковские перевозчики. Есть государственные. А, северодонецкие там перевозчики. У нас есть такой городочек. Прям под фронтовой зоной. У них там государственное. И мы с ними иногда работаем. И там жесть, 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 жесть. Это полнейшая такая. Знаешь, вот как вот приходишь где-то. У вас, я думаю, та же самая. Где-нибудь налогу. Еще там вот это. Всем на пофигу. Все сидят, работают только на осиживание своих 8 часов. Мол, домой. И все. Вот с ними так же само. Они так работают не только с людьми. Они так работают даже с нами, как с компаньонами по бизнесу. Они с нами так же самое. Им что-то пишешь через месяц. А тебе вспоминают, отвечают. Тебе уже ничего не надо. Это касается программистов, админов и всех остальных. То есть по полной программе. Стабильность, по крайней мере, радует. Ну, нифига не радует, честно говоря. Хорошо. А мы что, с тобой только вдвоем, что ли? Где наши? Алекс. Алекс. Нет, мы только вдвоем. Нет, он меня, главное, заманил. Ты понимаешь? Он меня обманул. Он говорит, тут, короче, у нас в подкасте, говорит, Забикс светит аллер. Там шоу. Тут, короче, все. Песец тебя не хватает. Приходи. Вот я пришел, я Алекс. Не знаю, он нас слышит. Да, прямо сейчас он, скорее всего, уже пишет чего-то в чат. Я его приглашал, но он что-то там отмазался. Он сказал, что что-то у него там на работе произошло, расписание сменилось, что-то там собака носки съела. И, в общем, короче говоря, да, нет. Ну, я тоже, в принципе, не собирался. Я думал, что мы как-нибудь скотачимся уже после праздников. У меня до 8,5 часа выходные. Ну, как-то просто если я сегодня так решил жестко. По четвергам, значит, стандартным. Да нет, по времени просто это удачно сегодня. 12 ночи – это, в принципе, для меня еще детское время. Часов до двух я спать не собирался, поэтому я, как говорится, часик-полтора еще по-любому с тобой. А во сколько ты вообще просыпаешься, кстати, если не секрет? Да, в принципе, когда как. Если никаких проблем нет, могу в часов 9 проснуться в 10. Хотя на работу мне, в принципе, к 9. Если нет, точнее, еще более официально, к 8.30. Но на это все, как говорится, плевали вообще на эти 8.30. Все приходят в 9. Ну, а я прихожу, как получится. Если меня в 5 утра разбудили, то я, понятно, я в 9 не пойду на работу. Я пойду на работу около 12. Я уже поработал, хватит с них. Слушай, интересный у тебя график. В принципе, я, в принципе, за. Знаешь, у некоторых людей хорошо с утра получается, а некоторые, наоборот, до ночи сидят, работают. Я и до ночи работаю, и с утра могу. То есть, у меня все зависит от обстоятельств. То есть, я как таковой, я не привязан к этому, к месту. Мне все равно, откуда работать. У меня ноутбук всегда с собой. Я выхожу в магазин за хлебушком, я беру сумку с ноутбуком. Все. То есть, мне в любой момент позвонили. Я в любую кафешку заскочил, сел, поработал, пошел дальше. То есть, на работу, в принципе, я хожу в ТВТ только ради, как говорится, соблюдения субординации, которая меня почему-то требует все-таки соблюдать. И, собственно говоря, периодически бывает, там какое-то оборудование вышло из строя, надо приехать его посмотреть, оценить там куда-то. То ли нашему сайт на ремонт, то ли куда-то в сервисный центр отправлять. То есть, ну, как правило, утром. И все. После этого можно опять куда-нибудь идти, заниматься чем угодно или сидеть, плевать в потолок. Что-нибудь улучшать, если программисты позволят. Которых я, как тебе уже сказал, немножко за эту неделю последнюю очень сильно стал ненавидеть. Подожди, а с чем ты вообще, с какими платформами, с чем ты работаешь? Ты занимаешься администрированием там Linux, Windows и не знаю чем? Я, в принципе, занимаюсь, администрирую им только Linux. У меня вся инфраструктура полностью на Linux. То есть, есть, конечно, Windows, там, бухгалтерия, аж куда без них, без 1С, их нелюбимая, там, юзеры офиса на Windows. Все это, конечно же, есть, но это очень маленькая такая доля. То есть, в основном, моя часть работы, то есть, серваки, это деплой, доставка, обновление приложений и так далее на серваки нового и всего. Ну, и, собственно говоря, сетевое оборудование, сейчас есть все на мне. Ну, по большей части у меня работа, скажем так, CTO-шная. То есть, в принципе. У меня больше такая организационная работа, чем по рукам. А как у вас вообще стак софтверный? Linux, а потом что идет поверх? Самописный софт. Не нами, самописный. То есть, я когда пришел 3 года назад в эту, скажем так, E-Corp, The Corp, как там, скажу, в сериальчике, Мистер Робот. E-Corp, 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 E-Corp пришел где-то вот 3,5 года назад, получается. Тут было Legacy, которое тянулось примерно с 1989 года. То есть, это был терминальный интерфейс. То есть, никакой тебе графический интерфейс, ничего. То есть, на каждой точке стоял сервер отдельный. Были такие терминалы прикольные. Чуть попозже надо в шкаф слазить, могу сфотать, показать. Да, это будет интересно. Ну, там просто коробочка такая железная. Ну, в общем, все, что она умеет, это она коннектится по SSH к этому серваку. С сервака поднимается RS-232 over Internet к кассовому аппарату. И, в общем, все, терминальный такой стандартный 80 на 80 терминал. И вся вот эта красота. Потом к нам пришли прекрасные ребята со своим софтом разработанным. И вот я сейчас с ними так борюсь немножечко. То есть, давай рассказывай, что тебе в программистах не нравится. В программистах? Вот, как раз у меня с этими ребятами его нынче. То есть, они делают какие-то обновления. Они их никогда не тестируют. То есть, есть там у нас один такой человек контактный. То есть, его как бы задача фонд-менеджер. Он должен его затестировать софт и отдать полностью рабочий. Ну, они же как... Ну, я его запустил, попробовал там на кассовый аппарат чеки печатать. Все окей, мол, берите, обновляйте, юзайте. Ну, а чтоб обновиться, это на точках таких маленьких. Это там стоит с XP-шкой комп. То есть, обновить софт автоматом невозможно вообще. То есть, пакетов обновления не дают. Дают просто тупо zip-архивчик, где он у тебя софт. Бери. Ты заходишь на комп. Это все дела. Останавливаешь... На дискетах, да? Ну, почти. Учитывая, что на половине точек мобильный интернет. То есть, скорость можешь представить. А мне туда надо закачать 100 мегабайт. То есть, ты берешь, закачиваешь. Ты ждешь там минут 10-20-30, пока оно закачается. Если обрывов никаких не будет. Потом ты заходишь там, удаленно на этот комп. Там, родмин или еще какая-нибудь. Приблуда. В основном, родмин у меня везде сейчас стоит. Штинг-игр начал обламывать очень сильно. С бесплатными, по крайней мере. С эссиями. И, в результате, ты заходишь. Это все дело... Там, кассира там. Пошла нафиг. Иди чай пей, короче. Получайся, камень не трогай. И вообще руки не прикладывай. Ты же берешь, останавливаешь это все полностью. Систему. Удаляешь старую. Точнее копируешь в папочку отдельную старую систему. Накатываешь сверху это. Конфиги обратно отправишь. Потому что... Некогда отдают софт на вопрос, допустим. Ребята, в конфигах что-то поменялось? Или можно просто тупо накатать? Ну, просто накатывать? Или надо конфиг перекатывать? Мне говорят, типа, нет. Мол, делай все сначала. Берешь, сравниваешь этот конфиги. Потом ты же понимаешь, что если ты сейчас накатаешь этот софт, не меняя конфиги. И потом будет какая-то проблема. А я врать, в принципе, не умею. Поэтому если я не меняю конфиги, я сразу говорю. Я не меняю. На конфиги. И это будет сразу же моментально. Типа, ты сам мудак. Короче, надо было конфиги менять. Окей. Сейчас делаем конфиги с нуля. Делаем конфиги с нуля. Все равно ничего не работает. Нет, ты мудак. Ты что-то не так делаешь. А потом оказывается, через денек два, когда этот касса запускается, она начинает работать. Через денек два тебе говорят. Мы, короче, тут посмотрели. У нас тут, короче, глюк. У нас в базу данных неправильные данные отсылаются. И ты, как дурак, берешь, начинаешь откатывать этот софт аппаратно. А точек таких штук 70. Сидишь неделю, обновляешь вот эту всю ерунду. Потом тебе говорят, у нас глюк, откатывайся назад. И ты сидишь, откатываешься назад. А это все автоматизировать никак? Знаешь, там Docker, Swarm, Git, Node.js. Там есть большие точки. Там, где много касс, там, допустим, есть сервак. Ты его можешь раскатать на автомате полностью. Без каких-либо проблем. Точка возникает именно с мелкими точками торговыми, где одна единственная касса. И там эта касса под... Другой прикол. Начну с другой части. Есть большие точки. На нем стоит ленусящий сервак. На этом ленусящем серваке стоит эта же касса. Эта же там диспетчерская. Ну, в общем говоря, это софт весь нужный. Он под ленухом работает. Но на мелких станциях ты вынужден ставить винду. Потому что этот весь софт, который под маленькие станции рассчитан, он под ленухом работает. Не умеет. Понимаешь, что это странная штука. Вот это одна из одной фигни. То есть, я с ними уже два года борюсь. В принципе, ребята, сделайте мне для мелких вот этой вот торговых точек. Софты сделайте, пожалуйста. Подъедите. Да, да, да. Мы сделать можем. Ну, и вот это мы боремся. Автоматизация. В принципе, я это дело немножко все автоматизирую. Потому что такое количество точек обновлять вручную, это вообще в месяц будешь сидеть, втыкать. Но автоматизировано это все немножечко через такой зад. То есть, софт может постоянно менять свою структуру. Ну, не угадаешь. У него нет зависимости. Они туда-сюда меняются. Куча библиотек. И, честно говоря, чем полностью в ноль переделывать постоянно автоматизацию, проще просто-напросто ее так наполовину сделать. А если где-то что-то не так пошло, просто тупо ручками отправить. И, может, мы когда-нибудь поборем это. Я думаю, что это будет уже не при мне. Ты же по двой год собрался уходить, все. Да, я всегда пытаюсь уходить куда-нибудь. Я больше года вообще, что этот третий год работает, для меня что-то такое очень страшное. Я больше двух лет, ну, год-два это для меня потолок. Дальше у меня начинаются большие ссоры с генеральными директорами, со всеми остальными. И меня просто-напросто, или я не выдерживаю с ними ссориться, или они меня не выдерживают. И говорят, чувак, иди нафиг, короче, мы с тобой больше не хотим дружить. И все. И мы идем дальше, будем ссориться с другими ребятами. С программистами ссориться нельзя. Это плохая моджа. Программисты, они же мир программируют. Так, ну, слышно, они все же такие программисты хорошие. Я тоже сегодня вот сел вечерком, написал юнит тестов. Два косаря струсичек. И все, я нормальненько себя чувствую. И мне никто ничего плохого не скажет. Только потому, что эти тесты будут теперь программистам мешаться. И выдавать ошибки, когда они налажают. Серьезно? Ну, получается, у вас ребята пишут, ну, там тоже есть юнит тесты. Под все уже, по-моему, есть юнит тесты. Как бы, как это все не, я не знаю, не автоматизировано, не тестируются билды, нет никаких там интеграционных тестов, всего остального, чтобы когда выкатывалось уже проверено было. Знаешь, мне кажется, что у них нет никаких тестов. Ну, в принципе, просто такие релизы выкатывали, что вот они три релиза подряд, они выкатывали с багами, которые просто тупо мне приходилось откатывать назад. То есть, мне кажется, что тестов там нет никаких, в принципе. То есть, а то же самое функциональность довольно-таки широкая у софта, мне, допустим, очень сложно оттестить его самому, именно вручную. Потому что, если бы мне там какие-то выдавались, допустим, сорцы, да, которые можно компилить, ну, и покрыть тестами. Вот просто тупо взять и покрыть самому их тестами, если они там не хотят, или они там какие-то у них есть. То есть, а мне выдаются просто тупо бинарники. Все, и все руками его тестить, это проблематично. Приходится кому-нибудь его там выбирать самого стойкого, самого умного юзера, ставить ему эту всю систему и говорить, ты же, короче, будет глючить, ты скажи. Ну, опять же, функциональность широкая, юзера довольно-таки не всем пользуются. То есть, одни юзера пользуются той частью, а другие той, третий той. И опять же, где-то проскакивают эти все баги, после которых тебе все-таки приходится это все дело откатывать. Слушай, у меня есть гениальное решение. Почему тебе не присоединиться к программистам? А меня не берут. Стань программистом. Ты будешь тем самым. Если не можешь их победить, то присоединяйся. Так, дело в том, что я-то, в принципе, так же само являюсь программистом. Но только меня туда не берут. Потому что я ж буду много очень сильно матюкаться. Я ж так очень сильно матюкаюсь и много. А я так и буду еще сильнее больше матюкаться. Не, я разработкой занимаюсь. Я занимаюсь уже разработкой ищу. Я на рубе занимался разработкой. Ну, не берем. Сиси плюс и тому подобное. Это поджелезо была разработка. То есть микроконтроллеры и все ерунда. Это промышленная автоматика. Я занимался когда-то таким делом. А вот именно такое же системное программирование. Вот руби было. Руби это было из-за чифа. То есть опсовой системы. А, шефа. Да. Ну, шеф, чиф. Ой, как я ее не люблю. А почему ты ее не любишь? Я не знаю. Потому что руби? Не, не потому что руби. Потому что у нас на работе. Это там километры всех этих кук-кук-буков. Это просто там эти все километры. Нифига не понятно откуда что приходит. Зачем это надо? То есть я сперва я это дело игнорировал. Потом я попытался разобраться. А потом я понял, что по-моему намного проще все в докер контейнерами композом набросать. И все работает легко и просто. Вот. Поэтому я совсем не понял, в чем прикол шефа. И зачем там с нуля под Linux что-либо наворачивать. Если можно просто-напросто поднять Linux, поставить на него докер. Вот. И из-под докера у тебя маленькими подсистемами можешь поднять все что угодно, все что тебе нужно. Я как-то вот на это делал. После того как я обнаружил докер, я просто вообще не понял в чем прикол с шефом. Потому что ну так и я понял, что конечно круто отладить систему и все остальное. Все это написал, она поднялась, конфигурировалась, проинсталлировалась. Все как надо. Вот. Но после докера я что-то как-то посмотрел на все дело и думаю, а зачем? Ну, ты в принципе просто не понял само назначение тех же самых чифов от Sible. То есть Sible это тот же самый чиф, только в профиль. Чиф, ну вот эти системы в принципе они предназначены для первоначального конфигурирования сервера. То есть ты вот поставил голую систему, тебе на него надо докер поставить, там всякая ерунда. Вот этим занимается чиф. Чтобы ты не лез на сервак руками, не обдхать, там инсталл докер, там все остальное, питон и всякая остальная ерунда. Ты просто сервачку, ну у меня допустим на чифе, у меня серваки, у меня готовый образ линуха, там чиф уже клиент, он автоматически регистрируется на чиф сервере, получает идентификаторы все и основную роль качает, какую ему дашь. То есть по умолчанию там обновление системы и так далее, потом уже на чиф сервер ты захочешь и говоришь так, вот этот сервак у нас будет ролью там, ну не знаю, кубернетис ноты. Говорит, ты конечно, мол, плейбук там, чей кукбук, точнее говоря, этот, кубернетис ноты, все там через 2-3 минуты он подхватил этот кукбук и пошел вставиться. Отрапортовал тебе, типа, я готов, все. Анси был та же самая ерунда, только разница в чем, чиф идет централизированная система, то есть у него есть центральный сервер, ну можно и без чизера есть, ну честно говоря, бредом читаю. То есть чиф это централизированное красивое, оно вот именно так работает красиво, то есть есть сервак, где хранятся все кукбуки, где регистрируется все твое железо, которое через это все дело работает. И все, и все красиво, то есть ты на серваке поправил, и там серваки, к которым это относится, они это дело увидели и быстренько пошли, это скачали новые плейбуки и все поменяли. То есть на серваке ты руками не лазишь. Анси был, это та же самая ерунда, но только в профиле. Анси был, он не централизированный, хотя тоже там как-то его централизировано можно сделать, я такое что-то видал, но не разбирался, честно говоря. Потому что это какие-то костыли будут, по-любому. Анси был, это больше такая система как не централизированная, то есть ты со своего ноутового запустил он по СССР, походил через ключики авторизация, если ты, конечно, позаботился о ключиках, но можешь порой там каждый на 100 серваков водить и сидеть. Если очень сильно хочется. И знаю таких людей. Ну и то есть вот этот Анси был, то есть тот же самый Чиф, но только он работает немножечко вот таким вот образом. Что? Мне НС был не зашел. Вот именно как раз из этой ерунды он как-то это все долго делает. Мне Чиф чем нравится, ты там на серваке ткнул и все, и пошел курить, там пить чаек, там пиво попивать, пока оно все настраивается. С СССР запустил и сидишь, блин, чтобы у тебя интернетик не пропал. Ну, ребят, я вот это все ерунда, сидишь и постишь, ну гадость, короче. Я думаю, поскольку, я думаю, я разбаловался со всякими своими клауд машинами, потому что обычно выбираешь, она у тебя сразу с докером, все остальное, просто даешь команду и она у тебя готова. Поэтому, ну, по крайней мере, с DigitalOcean, с Amazon так, ну, плюс еще контейнеры. Поэтому, я точно не конфигурирую Linux. Не, ну, в принципе, когда докер появился, я когда в докер тоже вмазался, поначалу такая какая-то странная штука, потом я его распробовал, вообще классная штука получилась. В результате у меня сейчас тоже докером обмазанный по полной программе. У меня даже вон на домашнем сервачке под тумбочкой кубернетис крутится. Плошек крутится как раз, естественная ерунда. Зачем? Как бы нафиг не надо. Ну, надо же как-то кубернетис там осваивать по полной программе. А я как его начал осваивать именно глубоко, там, оказывается, такие странные вещи происходят. Как оно работает, вообще-то на него сами не подозревают. В режиме, знаешь, брутфорсом. Ага, ну, вроде вот так работает, короче, хай вот так мы и оставим все больше, больше трогать не будем. Кто будет спрашивать, как работает, никому и рассказывайте, мы ничего не знаем. Ребята, все, свалите. Мы с Сашей давно спорили. Я ему говорил, что я могу этот докер-композом поднять, по-моему, то ли WordPress или еще чего-то уже готовый. Намного быстрее, чем он там какими-то своими прибамбахами. Как так не дожили до состязания. Но Саша мне до сих пор не верит. Дело в том, что композом WordPress, ну, опять же, если ты его поднимаешь где-то там, в общем говоря, в облачной среде, то есть там где-то докер изначально и вообще все для докера предназначено, то да. А если ты на какой-то VPS поднимаешь, то есть, в принципе, тебе там один-единственный садик, и ты не будешь мучиться тем же самым чифом это все делать. Быстренько наказываться или Ansible. Еще быстрее, чем докер-композом. Ну, хотя быстрее, быстрее нет, быстрее я, наверное, все-таки вру. Ну, в принципе, ну, просто вот на VPS-ке докера нафига нужен докер на VPS-ке. Маленький какой-нибудь там 512 мегабайт оперативы, хотя, я не знаю, WordPress вообще работает на 512 мегабайт оперативы. Я когда последний раз, я когда последний раз WordPress ставил, у меня бложе был на WordPress тогда еще, и я регистрировал, где домен у хостера, он там типа, вот вам, ребята, в общем, говоря, бесплатный этот сервак, ну, там не VPS-ка обычных хостинг, этот, там, майская датабаза, там, оперативки, что-то, сколько-то это. В общем, у меня где-то, наверное, месяца три поработал бложек на это, меня туда выгнали, забанили аккаунт вообще нафиг. Сказали, мы тебя больше не пустим, ты, короче, нагрузки дофига создаешь, мешаешь всем. Я говорю, ребята, ребята, ну давайте, я, короче, это, мол, я WordPress все, я удаляю, ну, просто, мне было пойти просто вот реально некуда, только вот домой на сервачок, где-то покупать отдельный хостинг, платить за него, ну, честно говоря, бред, не хочу, мучиться, а то помните еще о том, что его платить надо. Я же говорю, ребята, мол, короче, давайте, отдайте мне обратно, вот я, там, гигабайт места, там, MySQL можете даже не включать, оперативы мне вообще можете, там, 100 мегабайт, у меня, теперь на Octopress, короче, я, там, ну, static site, получается, генератор статических сайтов, там, Hugo, Octopress и тому подобная ерунда. Говорю, пустите, говорю, вообще нагрузок не будем. Сказали, не, короче, что, ты уже поштрафился, мы тебя, короче, пускать не будем. Ну, в общем, я на них обиделся и ушел домой на домашний сервачок. Ну, я же, кстати, у меня последний блог хостился, GEL, только не хостился, он хостился на Raspberry Pi, он хостился на TP-Link TL841, обычный роутер, полугорелый. Ну, что, на нем Linux есть, этот сервачок, этот, ну, аж, 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 типичный есть, почему бы на нем статику не крутить? В том, где... Всяз, ты видел новые Raspberry Pi? А что их видите, а вот оно у меня передо мной лежит, 4 ГБ. А, вообще, это уже серьезно, можно на ней в WordPress поднять? Потому что, как бы... Или это все еще хромает какими-то непонятными подводными течениями? Как тебе сказать? Сейчас. Сейчас я ее вообще, в принципе, фото в чате кидаю. Потому что я помню предыдущие, например, Raspberry Pi, то есть, когда... Ну, хорошо, памяти маловато, но ладно. Но, например, там, сети USB там была, по-моему, на одном басе, и в итоге, если у тебя там сетевая нагрузка или USB нагрузка, то или то, и другое будет хромать. Вот, поэтому там сразу... Не-не-не, никаких серверов на Raspberry Pi, ничего. Но сейчас они это все дело развели на отдельное, поэтому... Думаешь, потянет? Вот я сейчас как раз отвечу и тебе, и Алексу на его вопрос. Потому что они, в принципе, связаны. Смотрите. Raspberry Pi, третья, допустим, модельку взять. У них в чем был прикол? У них сеть сидела и... То есть, у них сеть была на USB-интерфейсе. То есть, чтоб тебе сделать какой-то NAS еще остальное, ерунду, тебе надо было какой-то диск подключить к USB-интерфейс. В результате ты сталкиваешься с такой проблемой, что если ты прокачиваешь много трафика, у тебя загружается USB-интерфейс, и у тебя идет медленное чтение с диска. И под NAS, и тому подобное это не шло. В четвертой сеть убрали с USB-интерфейса. Теперь тут честный Gigabit. Ну, я такие плотные тесты еще, собственно говоря, не проводил. Ну, то, что я успел провести, это, в принципе, похоже на правду, что у них честный Gigabit и USB-интерфейсы сняты. Ну, USB-интерфейсы остались теперь USB-интерфейсами, и, соответственно, теперь уже для NASA, это Алексу как раз в ответ, что для NASA они в четвертая малина вполне себе подходит. По поводу Wordpress и всего остального на Raspberry Pi, третья, она довольно-таки быстро уходила в троттлинг, то есть в пропуск тактов на процессе, то есть в пропуск довольно-таки быстренько нагревался, и она сбрасывала частоту. Ну, а в Raspberry Pi, то есть ты не можешь никаким образом, даже в данной вот и в четвертой модели, и вообще, в принципе, на никакой другой, на Qualcomm, что никто про цикл, Qualcomm, про Qualcomm забыл. Ну, неважно. Ты ими управлять не можешь. То есть ты считаешь, что ты запустил систему на этом самом, ну, на Raspberry Pi, да, Linux у тебя стоит и думаешь, я буду ей полностью это управлять. А вот обломись. У них есть GPU, то есть видеокарта, которая, в принципе, самая главная на этой всей плате. Она всем рулит. У нее своя операционная система. То есть вот когда ты запускал, допустим, это Raspberry Pi, ты видел там вот это вот молния, в уголку моргает. Вот это вот вся ерунда. Там молния, если я не ошибаюсь, это питание низкое, и перегрев терминометр моргает. В общем говоря, это все выводится в RLM через GPU. У GPU своя собственная операционная система, и GPU полностью рулит процессом. То есть ты не можешь никаким образом это сказать, типа, чуваки, ну я, типа, если перегрелось, не надо в тропинг уходить, сбрасывать частоту, я буду гореть. Нет. Это полностью управляет GPU. Вот эта операционная система, которая, не помню, как она называется, WAN как-то, или что-то типа того. Не буду гуглить сейчас. В общем говоря, она полностью закрыта. Startsoft и Unima. Она поставляется конкретно производителям процесса. Ты никоим образом на это влиять не можешь. И вот тут должна у всех, кто юзает для чего-то странного, распорепать, должна включиться как бы паранойка. А что еще это делает операционная система? Если она имеет прямой доступ к этим, к сетевым портам, к этой всей ерунде. Должна заработать паранойка. Но ни у кого она не работает. Думаю, кстати, в том числе, хотя и паранойка еще очень сильный. Ну, а в четвертой уже попроще с нагреваем со всем остальной. Особенно вот если ты в чате глянешь, скину фотку. Вот такой вот радиатор. Очень классный. Так. Ну что, подходим к конкретному вопросу. Кто умнее, программист или сесс-админы? Все умные. Не, ну, правда, вот если больше к этому вопросу подходить, с этой стороны, то тут надо думать, кто ленивее. Это был следующий вопрос. Ну, а ленивые так же самое тоже все, собственно говоря. Тут уж вопрос, как подходить. Мы в твиттере недавно обсуждали этот вопрос, в принципе. И тут могу сказать примерно то же самое. Мы сейчас, то есть это взять программистов, взять сесс-админов, да. Мы сейчас пожинаем, вот как раз в данный момент, мы пожинаем вот эту вот моду на IT-в IT. Помнишь, как буквально где-то лет десять назад началась вот эта вот ерунда? Типа, учитесь на программистов, на IT-шников, мол, там денег много платят. Это круто, модно, молодежно. И все ширину идешь быстренько туда учиться. И опять же, то есть ты, кто лучших, там, кто тупее, кто умнее, кто ленивее, кто не очень ленивее, тут смотря, с кем ты столкнемся. То есть если человек пришел в профессию по призванию, то есть ему это нравится делать, он это хочет делать, это будет вообще замечательный чувак, с которым всегда будет спокойно работать. А есть вот эти вот ребята, которые в IT-шники бы приходили, то есть которые пришли вот чисто денег зарабатывать, и с ними очень тяжело. То есть ты, ну, пытаешься от них что-то добиться, и это очень проблематично, от них что-то добиваться. То есть ты от них хочешь, типа, чувак, у тебя вот это тут глючит, да, я это поправлю, и ты сидишь от него месяц, ждешь, пока же он это поправит. Я, допустим, от наших программистов, ну, я их называю нашими, но они нифига не наши, это отдельная вообще фирма, она к нам, как бы, имеет какое-то отношение, ну, не имеет никакого отношения. Я от них ждал фикса одной единственной ключной фигни, в одной единственной софтине ихней. Я от них ждал, сколько, не помню, ну, в общем, больше года, полтора года, или что-то типа того. Я от них ждал этот, пока я, собственно говоря, сам тупо не взял, через хекс-редактор не зашел и не поправил, ну, не пофиксил эту фигню. Они так мне ее и не пофиксили. Да, программисты ленивей. Да нет, ну, не ленивее, ну, не ленивее программисты. Я говорю, ну, все всегда зависит от этих. Так же самое можно сказать, там, я не знаю, бухгалтерия. У нас бухгалтерия, допустим, не хочет делать этот, инвентаризацию. Все, пришел, когда я только пришел на работу, да это везде, собственно говоря, это не только на этой работе, это взять моих, любых клиентов аутсорсовых, любых. Вот к ним приходишь, говоришь, девочки, надо сделать инвентаризацию. Да, но нам некогда. Я говорю, девочки, ну, а как вы собираетесь, говорю, учитывать оборудование, акты материального ответственности, да, вы же там людям, допустим, ноутбук вы даете, он вот, ну, рабочий ноутбук, с которым он домой ходит. Говорю, то есть, ну, если что-то этот человек уволился, ушел, говорю, как вы им будете что-то предъявлять, вам же надо предъявить, типа, как-то по инвентаризации сдать, это там материальная ответственность. Говорит, нет, да, это проблема, но нам некогда этим заниматься, короче, может быть, мы когда-нибудь этим займемся. Ну, ни разу никто этим еще не занялся. Так это этот, устройство на работу и бесплатный лаптоп, это акция такая. Это не проблема, это просто надо в брошюре по рекрутингу написать, что как только вы устраиваетесь, то бесплатный лаптоп. Мне выдали лаптоп, на конкретном, вот на этом рабочем месте, мне выдали лаптоп, который я засунул в шкаф, и больше я туда его не доставал. То есть, да, это такой, я со своим Asus хожу, у меня Asus Pro, классная машинка такая, то есть, я с ним хожу, до этого я с Dell ходил 14-дюймовым, но у меня никуда не влазит, поэтому я с 15-дюймовым, он у меня никуда не влазил, у него один рюкзак, поэтому я его махнул на 14-дюймовый Asus. В общем, что я его засунул? Ноутбук, то есть, у него процессор Intel Celeron, то есть, мобильный, который под низкого потребления, у него 2 гигабайта оперативы и терабайтный винт обычный, саташный, не SSD-шка, просто обычная, самая такая, самая тормознущая, на 5-400 оборотов, самая тормознющая, что только можно придумать, и глянцевая матрица. В общем, я это все делал, вот так посмотрел, покрутил, то есть, на нем винда стоит, мне как бы по работе, в принципе, винда нужна была в тот момент, я десятка на нем крутилась, я ее запустил, так минут 15 присидел, пока оно там что-то пыталось загрузиться, что-то это, я его закрыл, засунул в шкаф, я больше его вообще не доставал, там где-то в шкафу и валяется. А вам разрешают вообще такое делать? Вот, например, здесь, здесь выдается лаптоп тебе не потому, что, как бы, я не знаю, у тебя нету компьютера, еще чего-то нет, здесь тебе выдается лаптоп, чтобы только ты на нем работал, то есть, код, ну, ничего нельзя оттуда, нельзя делать никакую работу из-под своего оборудования, вообще. То есть, это как бы, знаешь, не дай бог взломают, скачают сорсники, еще чего-то, в общем, знаешь, там полный набор прелестей. То есть, здесь это просто тупо из, я не знаю, каких-то целей безопасности, приватности. Возможно, они хотят смотреть, что ты там делаешь. Вот. Ну, как бы, да. Вот. Работать только на рабочем компьютере. Больше никак. Да. А вдруг ты какой-нибудь engines изобретешь, да, а потом бегает за тобой. Вот. Ну, да. Именно. А так посмотрели в бэкап, а сорсник там, а значит, все наше. Понимаешь, тут в чем? Когда ты приходишь работать в какую-то интерпразную компанию, то есть, ну, даже хайтерная интерпразная, допустим, айтишная какая-то компания, да, которая заботится, ну, не знаю, даже о работниках, наверное, своих все-таки заботится, не знаю, о тебе заботится твоя компания? Чайки, кофейки, печенюшки, наверное, выдают, там, ноутбук выдали. Да. Кофе, чай. Всякую ерунду. Ну, а есть компания, то есть, ты же поймешь, украинам, то есть, есть софтверные компании, там, взять, они, да, то есть, у них вот эта вся есть, и то, они бы это с удовольствием, я думаю, не делали, если бы это не было мода у айтишников такая, что, в принципе, подавайте нам чайки, кофейки, всякую ерунду. Ну, потом же это, а когда ты приходишь работать в не айтишные компании, там, по большей части, всем на все наплевать. То есть, будешь ты работать за своим компьютером, не будешь ты работать за своим компьютером. там, там даже, в принципе, слово безопасность, то есть, ты говоришь, вот приходишь к шефу и говоришь, шеф, короче, у вас тут полная жопа творится, давайте, в общем говоря, это, поднимем контроллеру домена, поставим там, ну, центральную, это, центральненько все будем, антификацию, авторизацию хранить, будем обновления там, это все дело, автоматизация, тыры-пыры-ля-ля, это же будет все безопасненько. Говорит, ну, да, давай. Ты ж, наверное, такой радостный бежишь, составляешь сметку, сколько же будет там стоить сервачок под это все дело, сколько там будет это все стоить, пишешь инструкции для пользователей, ну, по паролям там, надо же вводить каждый день, приходишь, вводишь пароль на ноутбуке, по-другому, может, никак, пароль там должен быть. Ага, причем новый каждый день. Это еще надо обсудить. Ну, там, как правило, хотя бы раз в месяц ставить, и то вот на этом уже, да, ты полностью правильно упомянул, на этом сразу возникает большая проблема, потому что ты приходишь потом с этим всем списком, генеральный человек так на тебя смотрит, да, типа, да это же сколько денег надо, ну, хорошо, деньги там объяснил, там, ладно, денег мы тебе дадим, давай читать дальше. Что с чем, инструкции по безопасности, вся, да, да, говорит, каждый день пароль вводить, ну, да. Блин, это же мне надо будет каждый день пароль вводить, ну, да, блин, это же мне удобно, блин, ну, шеф, типа, безопасность и удобство, это две вещи несовместимы, как компромисс, небольшой, я говорю, не каждый, 300 раз же на день тебе вводить этот пароль, всего лишь там, один, два, три раза, если, ну, там, выключал, нет, это неудобно. Потом, в общем, ты уламываешь шефа, он соглашается, что, собственно, пароль вводить это не проблема, и начинается это маленькое внедрение, то есть покупается сервачок, ставится там контроллер в доме на этой же винде, там, или если линуксовые машины, там, это все проще. В общем, все это дело настраивается, доводится до юзеров, и начинается у тебя полнейший саботаж. То есть, юзера, там, пароль постоянно забывают, то им неудобно, то им неудобно, и, в общем говоря, вот эта вся ерунда, твоя безопасность, все это держится годика пол. Через полгодика тебе приходит, вызывает шеф и говорит, тебе не все как было, и все. И крутись на стороне, как хочешь. То есть, безопасность, вот эта вся ерунда, в таких вот не айтишных компаниях, если это не какой-то банк или еще что-то это, то есть, нафиг никому не надо, в принципе, нафиг никому не надо. Ну, кстати, про обновление пароля. Давай, рассказывай. Ты считаешь это вообще рациональное занятие? В принципе, для, если брать юзеров обычных смертных, скажем так, которые из разряда свою фамилию забивают как свой пароль, то им, конечно, в периодически хотя бы его менять, потому что они все словарные идут. Если взять человека, который пользуется хотя бы там, я не знаю, кипасом, там, ласпаспорт, там, банпаспорт, там, еще какой-нибудь, то есть, в общем, любой пароль и хранилкой, где ты ставишь там пароль 64 символа с всеми комбинациями, то, в принципе, ну, не знаю, раз в полгодика поменять можно или в годик раз поменять. Ну, вообще, у нас на работе, например, корпоративная, как говорится, политика, это обязательно нужно в Windows менять, ну, все это автоматизировано, естественно, вот, нужно менять пароль каждый месяц. Вот. И это приводит к тому, что, собственно, у меня пароль, например, из года в год не меняется. У меня каждый месяц один и тот же пароль. То есть, там, например, пароли нельзя повторять, да? И я вычислил путем тыка, что примерно так они, по-моему, в памяти держат последние, я не знаю, там, 10 паролей или еще что-то такое. Три, как правило. А, три, но еще лучше. Вот. И я просто-напросто теперь каждый месяц, да, то есть, из года в год у меня каждый месяц один и тот же пароль, да? То есть, люди могут догадаться, какой пароль в январе, в феврале, в марте, ну, и продолжение. Вот. И с года в год я просто перепечатываю одни и те же пароли, соответственно, просто по месяцу. То есть, это, я не знаю, это как маразм. Заместо того, чтобы иметь один нормальный хороший пароль, вот, это каждый месяц надо пароль менять. Дело в том, что, если взять вот именно последнее исследование, там, вот это все ерунды, то давно уже, в общем, пришли к выводу, что вот эта вот вся ерунда бесполезна. Как таковое. То есть, в принципе, особо нет. Вот одна из причин, вот как раз вот из-за этого, что хранятся последние три вреда, и просто юзер начинает менять вот эти вот пароли. То есть, запоминает это и вводит их по кругу. Если он запоминает там последние три пароля, то есть, тебе надо четыре, грубо говоря, пароля, ты их помнишь и все, и ты их по кругу просто тупо мотаешь. Там попросят менять, там тебе говорят, нет, это не тот, ага, значит так, это был недавно пароль, значит меняем там другой подальше какой-нибудь, помню. Давай. То есть, это кем, ну вот это вот уже нивилирует сама система, что в принципе, да, у юзера теперь не один пароль, у юзера теперь 3-4 пароля. Ну и в принципе, то есть, как бы бесполезная штука. То есть, длина пароля влияет, а его частота смены как бы не особо влияет. Что париться на это? Мы давно отказались уже, вот у меня сколько клиентура, и это в принципе везде отказались от этой смены паролей, потому что она в принципе вызвала больше проблем, чем от нее толку. Да, просто ужесточили немножко пароль, поставили, что минимум там этот 12 символов, то есть, большие и маленькие цифры и, ну, спецсимвол, четыре категории. И все, и в принципе, больше на эту тему никто не парится. А пароли, просто действительно, что просто, говорю, я лично пользуюсь кипасом, ну, кто-то лас пасом, кто там ван пас, там еще там, сколько их, дофига всяких разных, на любой вкус. Это нормальные пароли просто длинненькие ставить, и не надо их помнить. Ввел один пароль длинненький, большой на саму хранилку, скопировал нужный парольчик, вставил, все, и до свидос. Зачем парить-то так сильно? Ну, другая проблема, что у тебя, получается, ты не можешь на ноут попасть и в хранилку, соответственно. А на телефоне, если тот же самый кипас там, ну, или любая другая стоит, допустим, ну, у меня все пароли, меньше там 24 символов у меня немало. Опять же, цифры, буквы, спецсимволы маленькие, большие, вот и вся ерунда. То есть, вводить, допустим, 24 символа с телефона, ну, это проблематично. Очень проблематично. А учитывая, что я на ноутом сижу, я пришел его там, посидел, закрыл и этот, ну, посидел, закрыл, убежал, прибежал обратно, то есть в день, не знаю, 10, 20, 30, 40 раз я его открываю, закрываю крышку и постоянно наводить пароль, для того, что можно. Что у меня? Слушай, давай 10, 10 факапов на работе за последние 10 лет. Рассказывай, как ты стирал базу данных продакшн. Значит так, 10 лет, не факап был, базу данных я убил, точнее говоря, нет. Примерно вот 10 лет назад я вошел в категорию админов, которые уже делают бэкапы. То есть у меня раскрошился винт с 1С-овской базой данных и бэкап у меня последний был там, кажется, недельной данностью. Я его все-таки восстановил, я вычитал диск, я восстановил данные полностью, причем, что самое интересное, и вот с этого момента я стал админом, который уже делает бэкапы. То есть я вошел в эту категорию. Бэкап это было где-то в районе 10-12 лет назад. Потом что еще? Ну, базы данных я через RMRF я не удалял, в Getsub. Против Getsub мне некуда, блин, не попрешь. Они, конечно, с фокапили красивенько. Фокапы. Фокапы у меня, если взять, но у меня в основном фокапы, это все из разряда удаленный роутер с фаерболом, и ты себе SH соединение блокируешь. В основном, да. В основном такие факапы, то есть, когда у тебя циска там, это еще проблем нету, но когда у тебя там какая-то непонятная железка стоит, которая не умеет автоматом откатывать настройки, если там через две минутки к нему обратно не зашел, то вот это боль. но всегда есть удаленные руки, которые можно, как говорится, попросить перезагрузить роутер, там еще что-нибудь. Вот такое. То есть, какие еще фокапы? Телнет открытым не оставлял где-нибудь? Нет. У меня, в принципе, конфиг на это. То есть, я прикрываю сюда автоматом сразу уже SH прикрываю, только на свои IP-шники, то есть, у меня статика, где я нахожусь. То есть, я все на свою статику контачу. Телнет и DNS, в принципе, снаружи закрываются, потому что это давно известные дыры. ФТП мы, в принципе, не юзаем нигде уже 300 лет. Я уже никогда не помню, когда я последний раз ФТП даже глаза видел. Не то, что я его юзал. А, не, видел. Но это не мой фокап, это фокап 1С. Я сейчас расскажу, веселая история. Потом что, ну, фокапил, сервак со второго этажа уродили. Фокап был такой. Ну, этот, решили просто-напросто, стойка никуда не пролазили, но и решили у нас ребята поднять, ну, не я ронял, не лично, как говорится, участвовал они у некоторых это. И мы решили эту стойку через окно поднять. Вызвали, короче, автовышку, начали затаскивать, ну, и что-то пошло не так. Очень говоря, эта стойка вместе с серваком СХД улетела вниз. Обидно было. Хорошо, что она была старая. В принципе, мы влетели где-то на 2 косаря баксов. Вообще фигня по сравнению с тем, что могло быть. Так, что, аккумуляторы профокапливали на бесперебойнике. Тоже проблем больших не вызывало. Ну, вырубилась линия питания, ну, и вырубилось все вместе взятое. Узнали, что аккумуляторы сдохли. А что они профокапили? Профокапили, потому что они завели его в Zabbix. В мониторинг, бесперебойник. Он был, там, свеженький. И, в принципе, про него просто тупо забыли. И внизу в Zabbix, и просто о нем все читали, как, ну, зелененьким горит у нас система питания, ну, и все окей. Красота. Потом, шо и шо мы факапили. Так, блин, сложно вспоминать, шо факапили. Это ж, блин, надо что-то интересное вспоминать. Шо и шо факапили. Да, ну, в принципе, больше так ничего мы сильно не факапили. По мелочевке всякое, там, пароль установили, забыли, какой установили. Это нормальное вообще явление. У меня есть на Raspberry Pi рекламное табло. Я их настроил кучей и потерял ключик. Ну, как потерял. Я систему перестанавливал на ноуте, ну, а ключик никуда не сохранил. В принципе, на ноуте я там валялся, я им пользовался, я никуда его не сохранил. Перестанил уже систему ключик досвидос. А не могу вспомнить, вот, хоть убей, не могу вспомнить, какой же пароль на аккаунтах на линуксовых стоял, на юзера. В общем, подбирал я его где-то, наверное, неделю. Я его, кстати, подобрал. Оказался очень сложный пароль, я скажу какой. Ну, он есть во всех словарях. Там, как раз, у Алекса были намеки в чатике. Типа, по солнцу, один, два, три, четыре. Ну, где-то. Ну, если бы я его не поднял, ну, в принципе, опять же, чиф, есть чиф. В чиф бы просто тупо подтыкнулось и все. Ну, просто чифа там запускать довольно-таки проблематично. Там немножко параноидальная была эта настройка. Там нельзя пороть через чиф поменять. Поэтому пришлось бы просто тупо полностью разогнуть и по-новому их настроить. Ну, это бы решило проблему. Давай, рассказывай веселую историю. Да. Веселая история. Есть у нас такой мальчик. Ну, не у нас, у меня, ну, и у моих клиентов, в принципе. В общем, есть, на обслуживании где-то десяток клиентов. У них старая-старая Legacy. То есть, Legacy это 1С седьмой версии. То есть, и у них конфигурация, переписанные чисто под ихний бизнес. То есть, нестандартные. И всех их обслуживал один-единственный красивый мальчик, 1С-шник. Он, кроме семерки, больше ничего не умеет. На восьмерку тоже не умеет. И недавно он начал лезть на серваки. А, у него есть админские права на серваках клиентских. То есть, я сколько раз его пытался у него эти права отобрать админские. Мне потом с яростно звонили. Он жаловался директорам этих предприятий. В общем, мне жаловались и кричали «Верни ему назад». Приходилось возвращать. В общем, я начал заходить недавно на серваки проверять, там обновления ставить и тому подобное. Смотрю, появилась в этом, скажи, в планировщике задач. Правильно? Мне кажется, так он на винде называется, планировщик задач. Хотел сказать крон, потом просто это сразу осёкся, что крон на штатку. Хотя есть, кстати, на винде крон есть, можно поставить. Смотрю, в планировщике задач появилась какая-то странная задача. Батничек какой-то запускается. То есть, полез смотреть этот батничек, скриптик. Что там нашёл? Этот скриптик что берёт? Он лезет в каталог, где лежат бэкапы. Мои, в принципе. Ну, которые моя система делает бэкапы. И заливает их на ФТП какой-то непонятный. Я ж такой, не понял, что это за фигня творится. Думаешь, ну, может себе делает бэкап, но в одном месте ещё лежит. Ну, фиг с ним. Ну, в принципе, ладно, фиг с ним. Люди, если не против, мне ещё возражать против этого. Полез же ж на ФТП. Надо ж проверить. Я ж думал, у него ж как бы так... Логин, пароль это отдельно для этого клиента, ФТП. Нет, я захожу на ФТП. И на этом ФТП лежит около трёх десятков баз данных. Разных клиентов, вообще совершенно. То есть, секьюрити уже ощущаешь? Интересно. То есть, у него получается один-единственный ФТП. Один-единственный пароль, логин, пароль на этот ФТП. И он в папочку там, в отдельной каталоге по отдельным клиентам. Всё отдельненько, красивенько подписано. И имя организации, всё короче. И базы данных. Базы данных. Очень хорошие базы данных. То есть, у нас как же всегда есть, как говорится, белая-серая бухгалтерия. Из-за зряда. То есть, ну, в общем, вся под нальготная. Трёх десятков предприятий лежит на ФТПшке, короче. Пароль, который знает любой юзер. Потому что этот скриптик, который бэкапит, он, в принципе, от юзеров никак не закрытый. То есть, там, хотя бы какие-то права, знаешь, на чтение только для админа, были ещё что-нибудь. Нет, он просто обычный скриптик лежит с правами на чтение для всех. И там открыто лежит пароль, логин, ФТП и вся эта. Я говорю, да. Закачай, заходи, качай, короче, сливай куда хочешь эти данные. Там, ребят, никому не нужны данные. Там труд десятков предприятий. В оптовой торговле. Да. ГДПРа на них нету, короче говоря. Представляешь, если бы у нас в Европе такая фигня лежала? Я говорю, ебок, я думаю, по ГДПР вот этому безнастиловлю хвостом гриму. Ну, если никуда не утекло, то не пойман, не вор. Да. Ну, и не утечёт уже, потому что это, в принципе, уже всё везде удалилось. Ну, по моей календаре, по крайней мере, меня не волнуют. Я не знаю даже их, что это за люди такие, какие-то предприятия. А те, которые предприятия шоу наши. Я просто-напросто директорам позвонил и сказал, ребята, вот такая вот фигня. Думайте, что с этим делать? Ну, что делать? Они просто-напросто его взяли, вызвали, нагнули в позу интересную и изнасиловали. Теперь уже этих задач после данных на какой-то левый ФТПшник просто нема по календарю. Админские права у него уже все забрали. Ну, и вообще очень странный, честно говоря, человек. Говорит, что ты это, программист ленивый? Один из них можно программистом назвать, как ты считаешь? По-моему, да. Это всё равно ещё программист. Ну, в общем говоря, вот тебе один из них программист. Человек, которому я уже... У нас сейчас 2019 год получается, да? Ага. Вот я ему ещё говорил где-то лет восемь назад, что Вовчик. Зовут его Вовчик. Ты, мол, учи, короче, этот 1С восьмую, потому что уж как бы семёрка уже вздыхает и это... Вот тебе лень человека, он до сих пор, ну, следующую версию лепущую 1С не выучил и продолжает всем своим клиентам старым, ну, и старым, и новым продолжает поддерживать 1С-семёрку. При этом у него вот... Безопасность? Постоянная работа? Не, ну, что, кстати, семёрка, ну, как безопасность? Ну, 1С как 1С, когда пофигу, там нет никакой безопасности, в принципе. Ну, хотя, что, по сравнению с восьмёркой, да. Ты знаешь, как это в 1С-семёрку? А как же это? Пароль забыл? А что делать? Ну, берёшь, удаляешь один файлик, заходишь в 1С-ку и всё. Без пароля, без ничего, с админскими правами. То есть, в восьмёрке тоже такой финт работает, но только там всё оно одним файликом идёт. То есть, там через хекс-редактор всё дело редактируется и, в принципе, тоже... Ну, это геморно. То есть, уже не так. А то просто файлик там... UserDev или как-то так... UserDev каталог есть в базе данных. Там единственный файлик лежит. То есть, база данных авторизации юзеров. Ты его просто тупо переименовываешь. Заходишь в 1С-ку, наверное, у тебя даже пароля не спрашивают никакого. Ну, в конфигуратор там заходишь, переименовываешь файлик назад, заходишь в юзеров, меняешь пароль, делаешь всё, что хочешь, добавляешь нового. Короче, пофигу совершенно. То есть, слить данные, как бы... Ну, вот такой секьюрити у семёрки, у восьмёрки это уже получше. Нет, там просто я говорю, что он ленивый человек, что он и новым клиентом продолжает ставить семёрку. При этом у него очень много клиентов. Он всех обслуживать не успевает. На него все жалуются. Перейти к всем этим организациям довольно-таки проблематично на восьмёрку, потому что у них конфигурации писаны под их... То есть, там как бы стандартная бухгалтерия какая-нибудь идёт конфигурация, и он её полностью под их бизнес-процессы переписывает. То есть, просто взять восьмёрку и перейти там куда-то, это проблематично для людей. И к нему, у него всегда не хватает времени, и... То есть, люди там какие проблемы обновления, они его ждут по месяцу, там по полтора, чтобы он к ним явился. Вот поэтому теперь... А ленивых программистов, в принципе, такой вот вопрос. Какой шикарный бизнес, а! Ты представляешь, люди тебя ждут, хотят, даже если не хотят. Так что, шикарно, по-моему. Ну, там, учитывая, что, кстати, где-то 1S, 7-мёрка, она, в принципе, на 2008-й, 2012-й и выше... Ну, ладно, на 2008-м сервере, Миндозом, она ещё как-то работает. На 2012-м, 2016-м она уже работает примерно как-то очень-очень плохо. Там есть свои приколы с графическим интерфейсом, с отрисовкой. То есть, там, если в базе данных какие-то странные выборки делаешь, оно очень-очень может сильно тормозить. Вот у него эти проблемы постоянно. Ему говоришь, вот, у тебя тут проблема, фикси. Он, нет, это не у меня проблема, это у тебя вина голимая. Сидишь такой, думаешь, ну да, вина у меня голимая. Ну, вот, кстати, вот проблема, говоришь, это программисты и администраты. Вот проблема. У программиста всё работает, у админа всё работает. Виноватых нет. Клиент ещё ищи виноватых сам. Даже если носом тыкать, всё равно всегда кажешь. Будешь зависеть от того, насколько лень. Это дело исправить. Если не лень, ну да, я виноват сейчас, поправлю. Если лень, не, у меня всё работает. Вот, валите, ребята, идите к программисту. Но у него ничего не работает. Ну, в принципе, мне проще с тем, что я с программистами сталкиваюсь очень мало. То есть, у меня есть вот этот софт, один единственный, который у меня создаёт проблемы. А всё остальное, в принципе, писано мною. Ну да. Слушай, у тебя прямо такие программистские задатки. Пора тебе переходить к нам в наш лагерь. Честно говоря, не хочется. Если я сейчас куда-то и выпрыгну, вот с этого админское тёпленького кресла, то это, наверное, будет что-то, не знаю, какой-нибудь project manager или ещё что-нибудь такое. Просто программирование не хочу. То есть, я разрабатываю, я себе разрабатываю различные, там, скажем, как сейчас можно кричать, там, микросервисы и всякая ерунда. То есть, ну, то, что нужно для работы. Нужна там скрипт, ну, сервис техподдержки, заявки от юзеров поднимать. Да, ну, берём или какой-нибудь там RedMine или ещё какую-то фигню. Денег же ж никто отдать не хочет. То есть, платить же ж там за жиру какую-нибудь, никто ж не будет. Да ещё и попробуй юзера загнали в жиру. Это проблематично будет. Ты шо? Берёшь, пишешь себе там сервисник, ну, сервис какой-нибудь этот, ну, приём заявки там с авторизацией в Active Directory, вся ерунда, чтоб юзер один и тот же пароль вводил. Не кричал, что это мне разные пароли везде вводить, или ещё что-нибудь ерунду. Ну, таким образом. В принципе, за много-много лет у меня таких сервисов набралось уже большая куча, которые за мной кочуют туда-сюда. Вопрос только остаётся, когда я буду уходить с текучего рабочего места, оставлю ли я их там? Это не только единственный вопрос остаётся. Потому что, в принципе, за это платить никто не хочет. У тебя остаётся. То есть, если ты уходишь по-хорошему, конечно, ты, ну, а что бы не оставить? Ну, правда, оно будет работать ровно до того момента, как упадёт. Потому что, если оно упадёт, его надо будет установить. Те, кто придут после тебя и это сделать не смогут, а тебе денег за это заплатить не захотят. Поэтому работать оно будет ровно до тех пор, пока оно не упадёт. А вот упадёт оно само или нет. То есть, у меня вообще проблема в мелких фирмах, то есть, когда ты работаешь на аутсорсе, вот у меня по два города, у меня три города вокруг меня. Вот это, скажите, у Саенс, где я живой, это четвёртый город. Вот, четыре города, в которых у меня клиентура есть. Это, в основном, такие средние предприятия, мелкие предприятия, в основном все такой оптовой торговли по большей части. Не знаю, что-то у меня вот так вот получилось. Я субтвою торговлю. Видать, сарафанное радио, я просто с одним начал работать, оптовиком. Видать, сарафанное радио разошлось, что они все ко мне пообращались. Представляете, у меня вот какая-то компания получилась, что у меня все оптовики. В основном все мелкие такие или средние предприятия. И у них проблемы. То есть, они в одно время разрастаются до такого размера, что, получается, тебе надо, ну, ты или же уже будешь работать чисто на них, потому что, в основном, у них будут все задачи, или же говорить им, типа, ребята, сори, типа, ищите себе админа по месту, чтобы он вам решал, потому что, как бы, аутсорсовые работы у нас кончились. То есть, у меня, как говорится, есть помощничек один, но он, опять же, у меня на других задачах живет. И вот они ищут админа. Они берут себе админа. Он же такой приходит. Ну, и традиционно, шо ж вам вот это все, вот это говно тут сделали. Короче, сейчас я это все переделаю. И берешь ты потом, через месяц туда попадаешь, а там уже все твои Linux сервера снесены нафиг. Все Linux, короче, на рабочих станциях снесены нафиг. Везде стоит винда. И все. И ты спрашиваешь админаш, типа, короче, чувак, а нафига ты это сделал? Это там Linux, я его не умею. Поэтому я, говорит, поставил везде винду. Вот это вот везде проблема. То есть, ты годами настраиваешь те же систему, которая вообще, ну, ни фига не глючит. Ну, в принципе. То есть, я не знаю, что надо с Linux делать, чтобы он начал глючить уже. То есть, и просто приходит такой человек, который в Linux не умеет. Он не хочет ничему учиться. Он пришел, опять же, какой-нибудь из разряда или мальчик по вызову из сервисного центра, который там в сервисном центре бегал по людям, там в виндупе устанавливал. Потому что денег много, что никто не будет платить там. То есть, ищет, кому подешевле, как всегда. И тогда он приходит, он не умеет развиваться, он куда не хочет. То есть, он просто тупо сносит все. Все, что ты настраивал, и делает так, как ему это кажется правильным. Ну, это вот тоже постоянная проблема. То есть, когда ты строишь, строишь систему, а потом ее просто приходит и убивает. Так обидно. Так обидно. Кто бы знал. Бэкап. Заморозить навеки. А лучше потом еще виртуалку вообще перенести из харддрайва. Приходите виртуалки раздавать. Угу. Знаешь, что? Есть такая, то есть, приходишь на предприятие, опять же, смотри, ты, если обслуживаешь предприятие, соответственно, все, что ты там делаешь, за лицензионную частоту, как бы, то есть, у тебя даже если с ними договора нету, нифига у тебя с ними нету. И если ты там наставил левых виндов, то есть, придет какая-то проверка, они скажут, а это нам Леха поставил. То есть, сразу же придут, в принципе, к тебе с претензией. Там, докажет, не докажет, это уже отдельный вопрос. То есть, ну, и, соответственно, приходишь, когда заходишь на предприятие, ты же начинаешь продавливать шефа, типа, чувак, или давайте, короче, лицензируйтесь нормально, потому что, я смотрю, у вас тут какая-то не очень хорошая обстановочка с этим делом. вот, или давайте, мол, короче, переходим на Линух, на рабочие станции, на серваки, везде, короче, ну, кроме 1С, я говорю, 1С, кого вам заходит, придется лицензировать, хотите вы, не хотите. В общем, это, то есть, со скрипом в течение года, ты все-таки перетаскиваешь шефермо на Линух. То есть, полностью рабочие станции, вот, бухгалтерию, все, это настолько проблематичная штука, она проблематичная не потому, что в Линухе что-то не работает. Там, пожалуйста, офис-пакет тебе, RDP к серваку, ради бога, браузер долетает, это, антивирусник, систему не грузит, потому что ему просто, в принципе, нема. Поэтому, все, все, все красота и хорошо. То есть, в результате люди, через год, там, если ты их поборол, то они тебе переходят, делают всю эту ерунду, как-то работают. Потом приходит какой-то мальчик, то есть, он берет, ставит везде, там, какую-то левую винду, всю эту ерунду, он обратно людям возвращает в винду, потом этот мальчик, допустим, уходит, к тебе прибегает этот генеральный директор, говорит, а, Леха, там, все, хана, давай, короче, что-то с этим делать. Ты же приходишь на этот, на предприятиях, говоришь, ребята, ну, опять же, что это, выбор, или же на Линух идем и лицензируйтесь. Понимаешь, как говорится, нет, типа, лицензироваться мы не будем, это ж, ого-го-го, сколько денег надо там. Ну, тогда на Лину, во второй раз. На Лину. Сказка не проходит никогда. То есть, юзер, после винды, которую ему вернули, он обратно уже не за что, то есть, они, в принципе, понимают, что, как бы, ну, типа, можно, раз уже вернули винду, а теперь обратно отбирать, ну, как-то, что до этого можно было, значит, все, теперь можно. И ты уже второй раз Лину туда не вернешь. И у тебя остается, говорю, что два варианта. Или ты выбиваешь деньги на лицензирование всей вот этой барахла, или же ты просто тупо отказываешься от этого клиента, типа, ищите себе админа, пускай он это дело все разгребает, если ему, как говорится, в тюрьму, не очень, ну, в тюрьму, конечно, чтобы посадить, это надо было очень сильно накосячить, чтобы присадили. Не США все-таки. Так что, ну, и второй раз у тебя, во второй раз на Linux юзеров уже ни при каких раскладах не перетащишь, а этот, ну, лицензироваться никто не хочет. Ну, ты или отказываешься от клиента, или все-таки выбиваешь деньги на лицензирование. На лицензирование денег я выбил вот за мою всю овер 10 лет, в практике я выбил всего лишь два раза. Все, больше мне никто лицензироваться не захотел. То есть это вот, если взять именно большие, ну, мелкие предприятия, то есть средние и мелкие, за большие не говорим. За большими все гораздо проще. Там денег больше и там, в принципе, ребята, как правило, уже зачастую уже влетели один раз по этой статье за нелицензионное использование продуктов Microsoft 1s, что там еще у нас? Corel – это чей? Адобовский? Не помню. Ну, у нас. Вот это, кстати, каким макаром происходят все вот эти вот дела по этому, по лицензированию. Ну, наезды, если у тебя делицензионная винда, так же самое нету, что ты это все ерундуешь. У тебя там Microsoft приходит судиться там с тобой. Не. У меня происходит примерно то же самое. Налет ментов, типа по уголовному делу. Вот как инжинса история вот эта вся ерунда. То есть, что к ним приехали менты и доказательства добывают. В принципе, вот это вот нормальная практика. То есть, я не знаю, как там у вас в Канадах это. Каким макаром не знаешь? Вот там судебная практика по использованию лицензионного АПУ. Каким макаром? Я с понятия. Здесь, здесь как-то, да, ты знаешь, ни разу не видел. Ну что, в принципе, я не знаю, я вот практику, как бы, в СШАш, но это не изучал. Ну вот, в принципе, говорю, вот это вот постсоветское пространство, вот примерно вот так все и происходит. Даже если вот судебную практику Microsoft посмотреть, там, в принципе, дофига такого. То есть, заводится тупо уголовное дело, приходят менты, изымают у тебя компьютеры, и там уже по месту, как говорится, эксперты, там, Microsoft, там, Corel, 1S, растрепывают твой компьютер и ищут доказательства, из-за использования этого ИПО. Потому что получить доказательства, ну, в обычном гражданском деле, это довольно-таки проблематично. Никто, что он там пришел в суд, да, с гражданским своим. Типа, вот они используют лицензионное ИПО. Ну, суд такой, ну, ладно, ребята, давайте, предоставьте-ка нам свой компьютер, там, мы посмотрим, какое ИПО. Ну, это без проблем, ради бога, приносишь слинухом комп, на, смотри. Ну, и в результате у нас, в принципе, наезды по лицензионности ПО, это довольно-таки редкая штука. Потому что ее, действительно, можно получить только тупо, вот, если у тебя есть конкретно доказательства, ну, ты уверен конкретно, что там есть куча твоего нелицензионного ПО, ты направляешь ментов, менты приходят, изымают, ты уже, там, это все дело раскручиваешь уже по месту. То есть, а все любые это, то есть, ты в суд потом принесешь, там, слинухом компьютер или вообще безоперационная система, еще на этом дело просто типа закроется и до свидос, никто тебя не будет трогать. Так, ну что, два часа? Два часа? Да ладно. А, два часа ночи, в смысле? Нет, два часа записи. Так, когда мы успели два часа записи? Я знаю, накрутилось быстро. Ну что, заднее слово? О, что заднее слово? Админы, не ссорьтесь с программистами, программисты, программируйте тесты и не отдавайте админам глючные релизы. И все вас будут дружить, и все вас будут любить. Я скажу, отвертка. Я не знаю, почему хочется отвертку. Ладно, большое спасибо, что ты пришел в подкаст. Было весело. Время пролетело просто незаметно. Нельзя же было тебя в одиночестве бросать. Тебя все бросили, сам тут это. Сидишь, жалуешься, что тебя одного бросили, надо же выручать человека как-то. А то опять в чатик напишешь что-нибудь, типа, подкаста не будет, потому что швабра. И что с тобой тогда делать? Не-не-не. Ну, я надеюсь, ты еще придешь. Ваня вернется, заходи, им будет весело. Надо же будет как-то с темами, в принципе, у нас сегодня такая свободная тема немножко с темами подготовиться. там, потому что, в принципе, как бы, о чем-то поговорить конкретно, а не просто тупо. Спать не хочется. А есть обсудить, есть обсудить. Тем и есть. Но мы потом, когда все еще раз придешь. Вот ты мне хотя бы о темах заранее расскажи, чтобы я хотя бы как-то на них в блокноте что-нибудь написал. Хорошо. Договорились. А то буду тебе хоря показывать. Ладно. Любви и счастья. Услышимся на следующей неделе. Услышимся. Давай. 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 Давай.